Все люди на Земле обычно хотя бы один раз в жизни пытаются научиться музыке. Но по статистике Михаила Казинника, и я от этой статистики верю, из двух тысяч людей, которые начали учиться музыке, это 1999. Музыку непременно бросят, инструмент продадут или затянут в угол, и уже никогда к нему не подойдут. Если их спрашиваешь, почему бросили музыку, обычно сердятся. Что, сам не знаешь? Медведь на ухо наступил. Таланта нет. Сердятся они зря. Я спрашиваю не потому, что не знаю, а как раз потому, что знаю. И знаю наверняка, точно, что ни их талант, ни тем более медведь к их неудаче никакого отношения не имеют. Все дело лишь в том, что их не научили чему-то очень важному, необходимому в музыке, без чего музыки не бывает. Этому важному, совершенно необходимому в музыке, должны были бы учить музыкальные школы. Но, к сожалению, музыкальные школы любого уровня этому не учат. К счастью, научиться этому все-таки возможно. Я учу музыке уже более полувека, и у меня были самые разные ученики. Были совсем маленькие, совсем старенькие, были очень умные, а были и такие, что в школу не берут. Но вот такого, чтобы не смог научиться музыке, у меня не было ни одного. Я могу утверждать, и я утверждаю, что любой человек, каждый, может научиться играть музыку так, чтобы она приносила радость и тому, кто играет, и тому, кто слушает. А что для этого нужно делать, я и расскажу в этом моем видео, на примере работы над пьесой Бетховена к Иллизии. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы сразу было ясно, о чем пойдет речь, я расскажу забавную историю. Субтитры создавал DimaTorzok В те времена, когда не было интернета и, конечно же, гугла, а сама Южная Африка находилась в международной изоляции. Когда Англия напала на Южную Африку, это была Англо-Бурская война, на помощь бурам приехало много русских добровольцев. О них до сих пор помнят и, вероятно, поэтому в Южной Африке очень хорошо относятся к русским и знают русскую историю. Многие читают русские книги, смотрят русские кинофильмы и даже поют русские песни. И вот меня пригласили в школу послушать выступление хора. И этот школьный хор спел для меня песню, которую в России поют на слова «Однозвучно гремит колокольчик». И певцы, с которыми я работал, в России пели ее так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А школьный хор спел эту же самую песню немножко по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok Я не стал спорить с такой трактовкой песни и только похвалил всех участников этого исполнения. Я же не знаю, на какие слова они поют эту песню, может, для их слов именно такая музыка и подходит. Но мне затем предстояло слушать русские стихи. Я очень удивился, спросил, знает ли кто-нибудь в школе русский язык. Оказывается, нет. Никто не знает. Но одного учителя кто-то научил читать стихотворение Лермонтова «Ночевала тучка золотая». И вот теперь этот учитель, используя свой опыт, научил своих учеников читать другое стихотворение Лермонтова. Как он мне объяснил, ему дали очень простое и ясное правило. Нужно читать первый слог громко. Это ударный слог. Следующий – тихо, безударный. Итак, стихотворение. Ударный, безударный, ударный, безударный, ударный, безударный. «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя». Ну вот, точно так же хор исполнял другое стихотворение Лермонтова. Каждый участник по одной строфе. И получилось у них так. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва спаленая пожаром, Французу отдана, Ведь были свадки боевые, Да, говорят, еще какие, Не даром помнит вся Россия Про день Бородина!» И так далее. Но тут я уже не выдержал И сказал, что, конечно, молодцы. Они выучили так много русских слов, Проделали такую громадную работу. Но, к сожалению, ударения в словах Не те, которые должны быть. И вот для того, чтобы им легче было Понять ударение в этих словах, Я им напел русскую песню на этот текст. Это солдатская песня. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва спаленая пожаром, Французу отдана, Французу отдана, Ведь были схватки боевые, Да, говорят, еще какие, Не даром вспомнился Россия Про день Бородина!» И так далее. Участники хора сначала смутились, А потом возмутились И сказали мне, что уж эта музыка Совершенно не годится для этих стихов. Совершенно не подходит к тем стихам, Что они выучили. То есть, зная одно лишь это нелепое правило, Первый слух ударный, второй безударный, Первый ударный, второй безударный, Им казалось, что они лучше меня знают, Как исполнять эти стихи Лермонтова. Вот точно такая же ситуация Сегодня в нашей музыке И в музыкальном образовании. Кто-то когда-то Решил, что одно известное ему правило, А именно, как исполнять военные марши, Применимо ко всей музыке в целом. И вот как играют военные марши, Громко, тихо, громко, тихо, громко, тихо, громко, тихо, Это для того, чтобы солдаты все вместе Топали на один и тот же счет Левой, правой, левой, правой, Левой, правой, левой, правой. Материнская песка Играет музыка Солдатские марши Громко, тихо, громко, тихо, громко, тихо, громко, тихо. Но музыку, которая предназначена не для ног, не для солдатских сапог, а для всего, что находится у нас выше линии пояса, то есть для ума, для сердца, для души. Это правило здесь совершенно не годится. Но какие же правила существуют для такой музыки, если не на свете вообще? Вот об этом будет речь в нашем следующем видео. Я надеюсь снова видеть вас у экрана. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.